27 февраля 2018 года вечер прямой эфир Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому Братья и сестры, приветствую всех вас именем Господнем, именем Иисуса Христа И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Сегодня вечер, вот 27 февраля, в преддверии Пурима, в ожидании этого празднества, библейского праздника Пурим Завтра, на 28 число, на завтра, последний день февраля месяца, выпадает пост эсфири, так называемый пост эстер Пост эсфири, он посвящен воспоминанию, как бы, завтра день, получается, воспоминания того самого события, которое описано в Библии В книге эсфири Описано как раз в Библии смирение самой царицы, ее покаяние, ее сокрушение, ее пост, молитва пред Богом за себя и за весь народ Израиля Это героическая женщина еврейская, она действительно в смирении пред Богом, в посте взывала И Мардыхай молился, постился, и весь народ еврейский, вот, знаете ли, пред лицом этой страшнейшей угрозы Тогдашнего Холокоста, как бы, Шоа, тогда действительно страшнейшая трагедия должна была разыграться И у Амана, у него было, вот, тогдашнего Гитлера, Сталина вместе в одном, все Вот, это был тиран, который замыслил украсть, убить и погубить, истребить Израиля, потомков Якова И, знаете ли, у него, тогда, у врага, ну, была большая вероятность, и большая вероятность, действительно, этот сатанинский план осуществить Вот, и указ был издан, мы знаем это из Писания, завтра будет чтение книги эсфири И на сам праздник тоже сделаем чтение, такое торжественное чтение книги эсфири Вот, и, знаете, друзья, конечно, вот, читаешь и дух захватывает Хотя прошло уже два с половиной тысячелетия, шутка ли, сколько поколений прошло, друзья Но до сих пор, читая в Библии книгу эсфири, знаете ли, мы, я лично вдохновляюсь Я лично вдохновляюсь на... и близость с Господом, и вот это чудотворение, эти чудеса Знаете ли, вот описывается ведь чудо, которое, да, оно от Бога, но в котором человеки принимают активнейшее участие Вот, их деяния, действия, знаете, как деяния апостолов, мы читаем в Новом Завете Вот, а это вот как бы деяния еврейские, вот, и действия их, вот, это и сокрушение пред Богом Пост-молитва, которая двигала небесами просто-напросто И сердце царя, оно было в руке Бога И Господь действительно совершил свою часть, величайшую часть, вот, и вот это, как бы, во временное пространство, вечность пришла Слава Богу, это потрясающее чудо Вот, и Израиль пережил тогда величайшее избавление, о котором до сих пор мы вспоминаем В полнолуние этого месяца, Ниссан, сегодня пасмурно, сегодня, вот, не видно Луны, но она уже почти полная Вот, и завтра, вроде, как бы, или, ну, к утру, может быть, будет ясно Я хочу там сфотографировать даже Вот, значит, и, знаете ли, или на камеру снять, вот, как бы, на видеокамеру Вот, и, но само полнолуние выпадает, получается, вот, на первое у нас марта С 28 февраля Вот, как раз первое марта и второе марта Первое, второе марта в этом году, именно в этом году так попало на полнолуние месяца Адар Когда Бог совершил избавление Величайшее это избавление, слава Богу И праздник Пурим, он для нас, и православных, и протестантов, католиков Не важно, кто мы по конфессии своей христианской Если мы действительно Библию, как Божье Слово, признаем и чтим То для нас это действительно святыня, для нас это святое И не важно, какой мы национальности, культуры, традиции Читая в Библии историю Авраама, Исаака, Якова, патриархов, пророков Каждый верующий, независимо от цвета кожи, национальности, культуры своей Который он вырос Знаете ли, но будучи привитым к телу, к корням древним Читая, мы видим свою историю Свою семью, мы видим своих родных людей И мы видим действительно героя веры Это наше родословное, если хочешь прочесть историю своей семьи Историю своего рода, открой Библию Ты прочтешь эту историю Душесчипательную историю, восхитительную историю Да, порой трагичную, но величественную историю Слава Богу И вот поэтому перечитывать Библию, когда мы читаем И Ветхие, и Новые Заветы, мы читаем действительно не о чужих людях Если для неверующих это чужие люди, знаете ли То для верующих, верных, независимо от национальности, культуры, нашей традиции Повторяю, действительно для нас это родное Это свое, это близкое Это наше, наша Наша вера, это наши отцы Слава Богу Вот, и Отец Авраам, Он Отец всем нам Если мы действительно во Христе и Христос в нас То Новозаветное чудо совершается Слава Богу Вот, братья и сестры И, конечно, этот вечер Посвящаю вот именно Книге Исфирь и К празднику Пурим И завтра буду тоже продолжать В течение дня буду делать Тоже такие программы записывать буду Вот, и планирую делать Тоже, значит, и прямые трансляции В частности, вот завтра вечером Вот, вступление, как бы В праздник сам уже Буду делать тоже в 6 часов вечера По киевскому времени В 7 часов вечера, получается Соответственно, по московскому времени Подключайтесь, братья и сестры Да, и приветствую Свою семью Надеюсь, подключились уже мои Вот, а если нет, то тогда Уже в записи тогда уже Но, значит, надеюсь Получилось подключиться Вот Здесь, к сожалению, не видно Кто подключался Но вот семья Татьяненко Передала, добрый вечер Написала Добрый вечер Братья, сестры Всем, всем, всем И семья Татьяненко Добрый вечер Вот А так, значит Начнем С того От чего вчера Как бы На чем вчера остановились Да Кто подключался Вчера Или же Записи смотрели Вот Я вчера читал Из первой главы Значит, собственно Книги Эсфири Но я начал Даже не с самого Писания Не с библейского Даже текста А с неканонического Текста Потому что Ну, я скачал себе тоже Вот На свои гаджеты Скачал Значит Вот Разные переводы Разные издания Это очень обогащает Вообще Сравнивать эти издания Но, как правило Обычно я пользуюсь Все-таки Уже, ну, наверное Силой привычки Я так думаю Не знаю Ну, привык уже Синодальный перевод Синодальный перевод Который Ну Просто, наверное Мне более привычен Наверное Вот Это первый перевод С которым я соприкоснулся Вот И он как-то мне особенно Как-то близок Дорог Вот Хотя я читал Первая самая библия Которую я читал в жизни Она была Не православного издания Получается А таких Нерегистрированных Подпольных баптистов Издание было Ну, кустарно так Она была сделана И так вот по рукам ходила Ну, советское время Было еще, понимаете Как бы Восьмидесятые годы И оно Мы художники Ну, многие были В поиске из нас И я вот Я художник По своей специальности Вот Кстати Если вы в Киеве Или вообще в Украине И у вас есть возможность Как-то Посодействовать Нужны краски Кисти Холсты Ну, все, что связано Короче, с живописью Вот У меня все-таки Это есть В молитве Я об этом молюсь Значит И Поддержите меня В этой молитве тоже О своей мастерской Хочу потрудиться Вот Те таланты Что Бог дает Ну Я думаю Каждый Это Больше или меньше Но понимает Потому что То, что Внутри есть Это Никак не отнять От себя Это часть Тебя самого То, что Бог Поместил Внутрь твоего естества Это Как бы Знаете ли Это То, с чем ты Вот действительно Дышишь У меня много уже Набросков Этюдов Отец Алексей На связи Аллилуйя Иисус Господь Аминь 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 Иисус Господь Слава Богу Вот Рад вас Здесь Бачиты Хотя бы Вот Хотя бы так Вот на связи Хотя бы Да Слава Богу Ну и всех Всех святых Приветствую Паки и паки Снова и снова Да И вот Значит Вчера остановились Да Я вчера читал Из неканонического текста То есть Того текста Который идет В самом начале Перед Началом Как бы первой главы Вот этой Эсфири Вот Неканонический текст Довольно пространный И там Как раз Рассказывается Интересно Ну как бы Мы не знаем точно Было ли это Или не было это Потому что Ну есть Канонический текст Библии Это одно А не канонический То как бы Тексты Обнаруженные Позже И достоверность Их Как бы Ну под вопросом Большим Но Однако Однако Я вчера Делился Тем Что как раз Вот Описывается Сон Мордыхая Значит Мордыхе Значит Который Кое-что Видел Из будущего Знаете ли И скажу так Что даже Если этого и не было То все равно Я Я лично верую Что И Согласно Писанию Это Что Бог Действительно Порой Открывает нам Во сне Будущее Открывает нам Что-то Предсказывает Показывает нам Для чего-то Чтобы мы Наверное Укрепляли Свои сердца Чтобы мы были Готовы Чтобы Ну Пониматели Может это как Подтверждение Я вчера делился Даже некоторым Об этом свидетельством Но не буду повторять Кто Вчера Не был То Можете Потом посмотреть Это все В записи Аллилуйя Слава Господу Аминь 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 Вот И Я остановился На вот том Что значит Была пирушка Ой Извиняюсь Какая пирушка Это был пир на весь мир Вообще-то Канонический текст Книги из Фири Канонический Текст Начинается Не с описания Сна Или заговоров Нет Как вот Не канонический Да А канонический текст Начинается с описания Пира На весь мир Был Огромный пир Ой-ой-ой А потом Значит Так получилось Что Значит Вначале Был пир Для Вот Важных Особ Как бы Да Такой Ви-ай-пи Пир Был такой Вип Вот Значит Но Затем Он Царь Ахашверош Да Или Артаксеркс Он Решил Кормить столицу Всю неделю Столица Веселилась Ликовала Вот И царица Тоже Астин Сделала Написано В девятом стихе Царица Астин Сделала Также Пир Для женщин В царском доме Царя Артаксеркса Вот так вот Так что Отдельно Был праздник Такой Женский праздник Ну вот Наверное Многие из вас Не представляют Себе это Ну как бы Как это Женский Отдельный Пир Как бы Мужской Отдельный Пир Ну вообще-то Вот я вырос Значит Мое раннее Раннее детство Именно прошло Я вырастал В татарской культуре По матери Татарин Мама моя Ибрагимова Вот И Мой дедушка Вот Галя Ахмет Бабай мой Бабай В Украине Этим словом Пугают Деток Я знаю Вот Непонятно почему Но вообще-то Бабай это Хорошее слово Но ничего там Плохого нет В этом слове Это означает Дедушка Дедушка Вот И мой Бабай Его звали Галя Ахмет Вот значит И Уважаемый был Дедушка И Бабай Да Вот Бабаи собирались у нас Вот эти Дедушки Мужчины Взрослые Мужчины Все собирались у нас И в общем-то Большая комната была Полностью Значит Знаете ли Просто забита народом Вот значит И А для женщин И детей Ну вот Кто до 13 лет Получается Да Вот Отдельно Было И отдельно Суп варили Отдельно Вот значит Я так и не понял Не понимаю В чем Как бы Разница Но я так Предполагаю Судя по Как бы Консистенции Что В мужском Там Когда для мужчин Там варили Для Бабаев Всех Там Там больше было Мяса Больше было Потому что Там У нас тоже было Мясо Для детей и женщин Тоже готовился суп Готовилось мясо Там было Значительно меньше Как бы У мужчин Там было гораздо больше Ложка стояла Вот так вот Вот такой суп был Вот как бы Вот и Значит Но Значит Вот как бы так То есть женщину Собирались отдельно Вот значит Там такая занавеска Была значит Там Там значит Там За стенкой Значит И как бы Свой праздник Получается И детки Довольны Женщины с детьми Занимаются Вот От женщин От разных Тетей Там всех Своих Получал тоже Шоколадки Какие-то конфеты Какие-то Вот Но считалось Особым Считалось Особенной Честью Когда Кого-то Из мальчиков Из детей Вызывали Туда Ко взрослым Мужчинам Туда Хотя бы Даже на время Побыть там Это считалось Такой честью И вот Я несколько раз Удоставился Я помню Такой чести Бабай моя Вот Галяхмет Он Вызывал Меня И Садил Возле Себя Я сидел Вместе С мужчинами Взрослыми Этими Бабаями Вот И для Мне это Была честь Такая Я Ну Сидел И честно говоря Так Волновался Как бы И для Мне это Было Как Вот Такой Лучший Подарок Вообще Будем так Говорить Вот Получал От них Там Подарки Денежные Подарки В основном Конечно Были у нас Вот Ну Каждый Из Бабаев Там Я помню Была у меня Копилка Такая Эти Рубли Такие С Лениным С башкой Ленина Вот Значит Ну Кто победнее Те там По 50 копеек Значит А так вот По рублю Вот И вот Праздник Я еще Первый класс Еще ходил Помню Там По 300 И больше Рублей Вот У меня Было После праздника В моей Казны То есть По тем временам Это были Большие Деньги Вообще Вот Если Человек Получал В месяц Там 70 80 Ну 100 Рублей Допустим Вот так Вот Взрослый То есть Как бы Да Это Праздники Мне нравились Поэтому Конечно Потом Можно было Конечно Да Что-то себе Позволить Даже Многое По тем временам Вот И Вот Я Почему Рассказываю Об этом Потому что Ну Как бы Что вы понимали Что женщины Пировали Там Отдельно У них Была Своя Традиция Тоже Ну На востоке У многих Народов Не только У тюрков Вот В частности Татар Вообще У многих Народов Так Было Принято Вот Даже На Кавказе Вот Я Приезжаю В Грузию Вот В Руставии Да В Руставии В Цараване Там В Тбилиси Вот Был в служениях Разных Там У нашего Зураба Был Газарешвили Реваза Если кто Подключился С Кавказа С Грузии Привет Огромный Или в записи Будете смотреть Реваз Зураб Большой привет Правда Зураб Он сейчас Не в Грузии Он сейчас В Израиле Но Я думаю Что скоро Уже вернется В Грузию И продолжит Своё служение Там Господу Слава Богу А пока Шалом Зураб Шалом Привет Всем Святым В Израиле Вот И Так вот Значит Тоже В Грузии Тоже Я заметил Мужчины Мы сидим Отдельно Там Кушаем Там Мясо Там Все Там Овощи Там Хлеб Значит Кушаем Значит И Женщины Появлялись Только лишь Когда Там Мы пели Допустим Спели Они появлялись Так раз И Там Приносили Какие-то хинкали Там И потом Снова Чуки Снова Они пропадали Исчезали Одни Мужчины Сидели Мы Вот То же Самое Было Пиршество Царское Пиршество И вот Было Пиршество Женское В царском Доме Царя Артахсерса В седьмой День Вот То есть Был пир Многодневный А затем Кульминацией Был Семидневный Пир И вот Артахсерс Он Первал Ахашвирош В седьмой День Когда Развеселило Сердце Царя От вина Он Сказал Мегуману Бисфе Харбоне Бикфе Авакфе Зефару Каркасу Семи Евнухам Служившим Предлецом Царя Артахсерса Чтобы Они Привели Царицу Астинь Предлецо Царя В Венце Царском Для того Чтобы Показать Народам И князьям Красоту Ее Потому Что Она Была Очень Красива Но Царица Астинь Не захотела Прийти По приказанию Царя Объявленному Через Евнахов Вот Тоже Есть разные Комментарии Ну Как бы Наверное Упущу Эти комментарии Одним словом Много Комментариев Таких Что Говорят Что Это Пиршество Было Связано Не только С Обжираловкой И пьянством Но и блудом И прочее Вот Стриптис Там И блуд Всякий Вот Ну и Астинь Мы точно Не знаем Почему она Не захотела Но одним словом Перед пьяной Компанией Она не захотела Выходить В одном Венце Как говорится Как вот Там В Африке Василий Тищенко По-моему Рассказывал Как раз Они там были Значит там Колодцы Какие-то там Рыли что ли Ну не они Там Бригады какие-то Рыли колодцы И они там В какое-то племя Приехали Из одежды Одни бусы Говорит Вот так вот Из одежды Одни бусы А мужики вышли Вначале Встречать Это женщины Одни бусы Из одежды Вот Значит А мужики Вышли Встречать Вначале Когда они Подъехали К этому селу Ну это в Африке Где-то Не знаю Кении Я не знаю Или где-то там Возле Кении Вот значит И Судя по рассказу И вот значит И толпа мужиков Вышла Из одежды У них только лишь Одни автоматы Калашникова были Вот так вот Ну они там Затворами щелкали Ну у них такое В чем матерь дела Ну а здесь вот Как бы из одежды Только лишь Одна корона Была бы Венец царский Вот Ну есть такое мнение Комментаторов Вот Но Короче Царица Астинь Не захотела Перед этой пьяной Компанией Появляться Вот По приказанию царя Объявленному Через Евнухов Вот Я не думаю Что она была Сильно трезвая Значит Там На том Женском Перу Но по крайней мере Она вот такое решение Приняла Вот И разгневался Царь сильно И ярость его Загорелась в нем И сказал царь Мудрецам Знающим прежние Времена Ибо дела царя Делались Пред всеми Знающими Закон и права Есть мнение Тоже Читал разных Учителей Еврейских Христианских Некоторые Толкователи Считают Что царь Давно уже Зуб точил На остень По всей вероятности А здесь он нашел Как бы повод Как бы Повод И как бы Для Такого Законного Беззакония И вот Приближенными К нему были Тогда Каршена Шефар Адмафа Фарсис Мерес Барсена Мемухан Семь Князей Персидских И медийских Которые Могли Видеть Лицо Царя И сидели Первыми В царстве Так поступить Как поступить По закону Старицу Астинь За то Что она Не сделала Послова Царя Артаксеркса Объявленному Через Евнахов И сказал Мемухан Придлицом Царя И князей Не перед Царем Одним Виновна Царица Астинь А перед Всеми Князьями И перед Всеми Народами Которые По всем Областям Царя Артаксеркса Вот так Вот То есть Она уже Не просто Даже Согрешила Перед Мужем Своим Непослушанием Она Как бы Уже Все Враг Народа Уже Ну Понимаете Перед Всем государством Царством Вот так Вот Да И вот Он дальше Мемухан Объясняет Потому что Поступок Царицы Дойдет До всех Жен И они Будут Пренебрегать Мужьями Своими Говорить Царь Артаксеркс Велел Привезти Царицу Астинь Придлицо Свою А она Не пошла Тогда Теперь Княгини Персидские Медийские Которые Услышат О поступке Царицы Будут Тоже Говорить Всем Князьям Царя И Пусть выйдет От него Царское Постановление И впишется В законы Персидские И Медийские И не отменяется О том Что Астинь Не будет Входить Придлицо Царя Артаксерса А царское Достоинство Ее Царь Передаст Другой Которое Лучше Ее Когда Услышат О всем Постановление Царя Которое Разойдется По всему Царству Его Как оно Невелико Тогда Все жены Будут Почитать Мужей Своих От Большого До Малого И Угодно Было Слово Сие В глазах Царя И Князей И Сделал Царь По Слову Мему Хана И Послал Во все Области Царя Письма Писанные В каждую Область Письменами Ее И Каждому Народу На Языке Ее Чтобы Всякий Муж Был Господином В доме Своем И Чтобы Это Было Объявлено Каждому На Природном Языке Его Вот Так Это Первая Глава Вот В этой Главе Мы Видим О Той Сцене Историю И Развод Больше О той О стене Ничего Неизвестно Есть Тоже Разные Мнения Одни Пишут Что Скорее Всего Ее Вообще Убили Вот Или же Там Заточили Вот Куда-то Ее Навечно Ну Кто Его Знает Теперь В Библии Они Больше Не Указываются Там Вот Но Все Это Вся Эта Сцена Знаете Ли Вот Та Пьяная Компания Царь Значит Знаете Ли Пьяный Который Там Царицу Подать Ее Сюда В этом Венце Царском Пусть Она Здесь Перед Нами Пройдется Как По Подиуму Или Станцует Что-то Шестом Я не знаю Какие у нее Фантазии Были Вообще У него Я не знаю Но По крайней мере То что Произошло Произошло С позиции С позиции Вечности Мы Теперь Уже Задним Умом Знаете Как бы Умным Быть Легко Поэтому Читая Библию Порой Знаете Ловишься На том Что Ты Умный Задним Умом Потому Что Это Пройденное И Теперь Понятно Что Все Это Было С Умыслом И Промыслом Всемогущего Царя Потому Что Если Не Вот Это Пьяный Ну Скандал Будем Так Говорить На Пьяной Той Вечеринке То Не Известно Что Было Потом Вообще И Удалось Либо Остановить Тогдашнего Вот Этого Негодяя Но Врага Вот Так Знаете Либо Иисус Говорил Вообще Что Две Птички И Ни Одна Из Не Пойдет Без Воли Бога И У вас Волосы На Главе Все Сочтены Представьте Сколько У нас Волос Огромное Количество Все Волоски Сочтены Богом Бог знает Их Количество Мы Еще Даже И Не Знаем О чем Будем Молиться А он Уже Совершенно Знает Все Это Прежде Нашего Прошения У него Удивительно Спасибо Господь Подлинно Удивляешься Его Всевиденью Подлинно Удивляешься И Всегда Особенно Читая Библию Конечно Восхищаешься Его Действительной Мудростью Спасибо Господь И сейчас Много Что происходит Дамы и господа В наших Ли судьбах Или в судьбах Я не знаю Целых Народов Но У Бога Есть план Брат Пишет Роман Слава Иисусу Христу Слава Богу Дорогие Братства У всем Витания Зельвова Витаю У всех Святых У Львови Вот Слава Богу Миста Лева Славит Христа Иисуса Я вот Только вернулся Со Львова Вот Хочу Вновь поехать Конечно Потому что У меня теперь и повод есть Вернуться Кое-что забрать Еще надо И кое-что Обратно отвезти туда Во Львов Вот Думаю Хотя бы там На несколько дней Снова быть во Львове Вот Ну Бог усмотрит Когда Я обычно Сейчас передвигаюсь По Бла-Бла-Кар Я это называю Бла-Бла-Чорч Бла-Бла-Чорч Потому что Часто так вот Общения какие-то бывают Молитвы там С людьми Встречи Интересно очень Чудеса бывают Исцеления бывают Даже Покаяния людей Так интересно вообще Очень разные люди Конечно Иногда верующие встречаются Иногда такие религиозные Встречаются люди Довольно Интересно Вот Ну Все во славу Божью Вот Бог усмотрит Все Кстати Если кто-то Смотрит видео Если вы Допустим Киевлянин И вы собираетесь во Львов В эти дни Как-то Туда-сюда То Маякните Хорошо Я как бы Если у вас там есть место Вот Как говорится В транспортном вашем средстве К примеру То Моих нитей Не обязательно Хорошо Так Ладно И вот Вторая глава Начинается Книги Эсфири После сего Когда утих Гнев Царя Артасерса Ну как бы Не вечно же ему Гневаться Да Он вспомнил Абастинь Ну Красива женщина была Ах Какая женщина Да Он вспомнил Ну Ну что То по пьяни было То Значит он Понимаете ли И так он Я понимаю Царь гордый И прочее Значит А здесь еще и С пьяной компанией И сам пьяный Ой Это как В том анекдоте Да Когда мужики там В сауне Значит И Все там Мобилки лежат Значит Вместе Значит И Раз значит А вот Милана Гейко Из Харькова Тоже Всем привет Харьковским святым Радоваться Вот И там кто-то Звонил телефон Значит Дорогой Можно я Себе колечко Посмотрела Там ювелирным Куплю Ну Дороговатое Но можно купить А покупай Говорит Потом опять звонок Слушай Дорогой У меня там Шубка Еще присмотрела Шубку присмотрела Можно я куплю Такую шубку Хорошенькую Такую Ну Покупай Потом Слушай Дорогой Дай мне еще что-то Ладно Покупай Все что хочешь А потом Мужики Чей это телефон Тоже да Вспоминают Чей же И кто же И вот Этот царь Артаксерс Конечно Вспомнил Вот Была такая царица Вот А теперь что А теперь Кто будет Первой леди В империи Вот И о том Что она сделала И что было Определено о ней Вот так вот Протрезвел Осознал На трезвую голову Может быть Он такого и не сделал Бо Знаете ли Я так полагаю Не сделал бы Такого Но вот По пьянке сделал И сказали Отроки царя Служивший при нем Пусть бы поискали Царю молодых Красивых девиц И пусть бы назначил Царь наблюдателей Во все области Своего царства Которые Собрали бы Всех молодых девиц Красивых видов В престольный Город Сузы В дом жен Под надзор Гегая Царского евнуха Стража жен И пусть бы выдавали Им притирание И прочее что нужно И девица Которая понравится Глазам царя Пусть будет царицей Вместо остинь И угодно было Это слово В глазах царя И он так и сделал Вот здесь Интересная история Такая Первая В Библии В Библии В Библии вообще Единственная такая История А вообще Наверное И в истории Человечества Наверное Первая Описана такая Ситуация Интересная Конкурс красоты Можно назвать Это Мисс Ну Этой империи Будем так говорить Так И написано Что был в Сузах В городе Престольном Вот дальше История Уже Наши Наши люди Вот То значит Касалось Больше Вот Царя Прежней Первой Леди Царицы Вот Евнухов Там Всех там Этих Приближенных К этому Царю Вот Народу Языческому Хотя Честно говоря Вот Есть такая Печалька Будем так говорить Ложка дегтя Вот Знаете ли Толкователи И еврейские И христианские Толкователи Этих текстов Сходятся Знаете В чем еще Что скорее всего На том Многодневном Перу И вот На семидневном Точно Который был В столице И евреи Тоже участвовали Вот В этой Обжираловке И в пьянстве В этом И в блуде Вот так вот Вот И значит Комментаторы Считают Идет Фоновое гудение А это я не могу Отключить Это холодильник Здесь И он Значит Вот я К сожалению Я может поближе Как-то подвинусь Вот так вот Ну да Он сейчас погудит Сейчас перестанет Вот так вот У нас Здесь Такие Как бы Условия еще Это ж не студия Такая Настоящая Это так Студия Такая Импровизированная Вот Вот из того Что было Раз так Состряпал Такую студию Тоже молитесь Пожалуйста Друзья Молитесь Что была Ну Своя студия Офис Значит Нужен Обязательно Епархиальное управление Наше Говоря по православному Епархиальное управление Вот И конечно же Тоже для служений Если вы В воскресенье Собираетесь к нам Там Кто-то писал уже Значит На e-mail Что насчет Из братьев Писятников По-моему А слышно Хорошо А Все отлично Вот Значит Ну я стараюсь Так Погромче Это на утренней молитве Я тихо говорю Почему Потому что Ну еще спят Еще Слышимость хорошая Такая очень Поэтому Как бы я так Чтобы не будить Народ рано Я поэтому на молитве Так тихо И если включаю эфир Утренний В 6 утра Да То значит Тоже Не всегда Просто запись Делаю такую О Все Закончил Сгудение Вот значит То тогда Тихо Тихо Говорю Ну как бы Вот Опять таки Чтобы Не доставлять Неудобства Окружающим Вот так И О чем О чем остановился Тест Слушайте А Что Евреи тоже Участвовали В том Значит Будем так говорить Объедении Пьянстве И в блуде Участвовали Вот так Вот Вот Там Некоторые Комментаторы Резонно Замечают Что Где говорилось Вот в первой главе Говорилось о том Что для всех Жителей Столицы Было Значит И Никого не Принуждали То есть У нас дело Сугубо Добровольное Все Вот Как говорится Комсомол Дело Добровольное Или Колхоз Колхоз Да Колхоз Дело Добровольное Вот Ну Как бы Все понимают Что добровольное Принудительное Вот Значит И Тоже Комментаторы Текста Еврита Замечают Что Там Подчеркивается Как раз Добровольность Там Имеется ввиду Под текст Добровольное Принудительное Вот Но это одно А второе Что Там не было сказано Что Вот евреи Взяли и отказались Допустим Нет К сожалению Значит Я так понимаю Не отказались И тоже участвовали В этом всем безобразии Ну ладно Вот И вот Но Хорошая история Начинается дальше Вот С пятого стиха Очень хорошая история Мне так нравится Это Был В Шушане Да В Сузах В Сузах В городе престольном Один иудеянин Имя его Мардыхай Или Мардыхей Сын Иаира Сын Семея Сын Киса Из колена Вениаминова Он был переселен Из Иерусалима Вместе с пленниками Выведенными С Иехонию Царем Иудейским Которых переселил Навуходоносор Царь Вавилонский И был он Воспитателем Гадасы Она же Исфирь То есть Настоящее имя Исфирь Как Гадаса Гадаса Да Гадаса Гадаса Потому что Немногие вспоминают Когда вот Начинаешь говорить О книге Исфирь То Даже были такие Как бы такие опросы Вот Среди христиан Вот как вот Настоящее имя Не по паспорту Как говорится Да А по настоящему Какое имя было Вот Ее То ее имя было Гадаса Гадаса Красивое имя Да Мне очень нравится Вот А Исфирь Она взяла Такое Конспиративное Будем так говорить Имя Вот Знаете ли В истории Не только Той древней истории Вот В советской нашей истории Вот Да и в царской России Тоже Вот При царе-батюшке Тоже было Что очень многие Вот частности Евреи Особенно евреи Да Брали другие имена Да и фамилии меняли Да и не распору меняли Знаете ли Пытаясь Ну вообще Смотрели на Еврейство Свое Как на Проклятие Ну в Украине Ситуация была Получше В этом отношении Потому что Здесь евреев Всегда было побольше Целые были Еврейские поселения И многие города Были Ну как Бердичев Взять допустим Там Еврейский чистый городок Был Вот значит Да многие города В Украине Они были такие Еврейские города Села Вот И значит И если В России Можно Слова Лескова Вспомнить По три русского Надежь татарина Там много очень Переплелось Татарского Всего тюркского Вообще татарского Вот Ордынского Вот то значит С украинцами Можно перефразировать Лесковские слова так По три украинца Надежь еврея Это точно Я скажу Здесь много Переплелось Еврейской Всего и истории И крови И всего Ну вот Ну кровь в хорошем смысле Родословном Благодать и мир Пишет Татьяна Мир Божий Вам тоже Слава Богу Вот И Значит Так вот И Допустим Мой отец Еврей Да По матери я Татарин По отцу еврей И Мой отец Только лишь перед смертью Только за Пару лет Наверное Он Смирился с тем Что он еврей Вообще Он только Смирился Именно перед смертью Получается А бабушка Тоже да Только перед смертью Она мне И рассказывала Так что Раньше они были Гершели Потом Потом Взяли фамилию Журавлевы Вот так вот Она мне Рассказала И тоже Она Я не осуждаю Своих Вот Прадеда Про бабушку Про дедушку Дедушка с бабушкой Кто знает Как мы повели бы Знаете ли Вот Эта жизнь Она На самом деле Сложна Порой Со стороны Проще Судить На самом деле Вот Но Бог Видит все Видит Всю картину И То что Гадаса Изменила свое имя И она Прятала свое Происхождение Вот И как бы она Внешне Открестилась От еврейства Да Это плохо С одной стороны Да Это конечно Это Ну Не делают Чести Ей С одной стороны Но с другой стороны Мы видим Что в этом Тоже был Божий план Божий промысел Даже Даже в этом Даже если Человек поступает Порой Ну Все таки Чисто так Вот как По человечески То она Ну Вот так вот Предала свой народ И Наверняка И веру Ну она Сохраняла Конечно Так вот В душе Будем договорить Как вот раньше Говорили Особенно Много было Популярно В душе Сохраняла Значит Будучей царицей Конечно же Живя в языческом Окружении Дворце По чужим Именем Вот Значит Явно Не кошерно Она жила И явно Не святой жизнью Вот И Явно В этом всем И бесовском И прочее Но ей Мордехай Сказал Не сознаваться Какого она Народа Ну да Мордехай Как бы Взял грех На себя Но на самом На самом деле Значит Знаете ли Что бы ни говорил Кто Вот Все таки Решение Остается За самим Человеком Вот И даже Если Я сейчас Не хочу Обвинять Ни Мордехая Ни Сфирь Ни в коем Разе Годасу Точнее Безусловно Библия Об этом Говорится Что Да Значит Все было Так вот Как и есть Да Она же Исфирь Дочери Дяди Его Она была Дочерью Его Дяди То есть Двоюрдных Сестра Там Получается Так Так Не 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 Отца Ни Матери Девица Это Была Красиво Станом И Пригожий Лицом И По Смерти Отца Е И Матери Мордехей Взял Е К себе Вместо Дочери Когда Объявлено Было Повеление Царя И Указ Его И Когда Собраны Были Многие Девицы В престольный Город Сузы Под Надзор Гегая Тогда Взята Была Из Фирь В Царский Дом Под Надзор Гегая Стража Жен И Понравилась Эта Девица Глазам Его И Приобрела У Него Благоволение И Он Поспешил Выдать Ей Притирание И Все Назначенное На Часть Е И Приставить К ней Семь Девиц Достойных Быть При Ней Из Дома Царского И Переместил Е И Девиц Е В Лучшее Отделение Женского Дома Вот Так Вот Девушка Умная Красивая Скромная И Действительно Вот Вот Эта Внутренняя Красота Еврейского Сердца Действительно Она Сыграла Здесь Такую Огромнейшую Роль Да Пишет Евген Мир Всем Из Португалии Шалом Мир Всем Святым В Португалии Не Сказывала Дальше Вот О чем Писал Как раз Брат Роман Не Сказывала Есфир Ни о Народе Своем Ни о Родстве Своем Потому Что Мордыхай Дал ей Приказание Чтобы Она Не Сказывала И Всякий День Мордыхай Приходил К Двору Женского Дома Чтобы Наведоваться О здоровье Есфири И о том Что делается С нею Когда Наступало же время Каждой девице Входить к Царю Артаксерсу После Того Как в течение Двенадцати Месяцев Выполнено Было Над ней Все Определенное Женщинам Ибо Столько Времени Продолжались Дни Притираний Их Шесть Месяцев Мировым Маслом И шесть Месяцев Ароматами И другими Притираниями Женскими Тогда Девица Входила К Царю Вот Друзья Вот Пока Тоже Остановлюсь Вот Очень Хорошая Тема Для Размышления Знаете Вот Я кстати На прошлый Пурим По моему Об этом Вот Разговорил У нас В церкви Вот Или Позапрошлый Сейчас Не помню Точно Но Дело в том Что Значит Вот эти Притирания Да Это тоже Образ Очень Интересный Подготовки Вот К Встрече С царем Да Вот Каждый Из них Притиралось Вот этим Миром Мирами Мировым Маслом Миром Да Сейчас Скажу Шесть Месяцев Мировым Маслом И шесть Месяцев Ароматами И другими Притираниями Женскими Вот Вот Помните Да Значит Когда Иисус Родился Да То Принесли Золото Ладан И смирно Вот это Как раз Смирно Вот И смирно Вот это Мировое масло Да Значит Вот То что я читал По крайней мере Да Вот Чем я делился Тоже в церкви у нас Что значит Использовалось Вот Чаще всего для Ну Покойников Будем так говорить Чтобы лишить Всякого запаха Тела Вот Значит Их Их Почему притирали Полгода Не месяц Даже Не два Полгода Я не представляю Их втирали Втирали Растирали Этим маслом Зачем Оказывается Да Чтобы через полгода Каждая из них Потеряла Всякий свой запах Вообще Вот это То есть Через полгода Каждая из этих девушек Если бы Понюхала Она свой запах Не почувствовала Вообще Они потеряли Полностью Весь свой запах Вообще Вот это Да И Нюхаешь Как будто бы Не я Как будто бы Чистый лист Холст Чистый А дальше Началось Мастерство Художников Этих Тех кто Не красками Творил А запахами Запахами Притираниями Женскими Различными Их натирали Маслами Этими Значит И притираниями И Это было еще полгода Продолжалось И после этих Уже вторых полгода Значит То есть Первые полгода Убивали Всякий запах Запах Чтобы Каждая из них Уже Лишилась Своего личного запаха Вот Индивидуального запаха Вот Ну так По этикету Положено Так понимаю Было А потом Полгода Притирали Вот этими Женскими Притираниями Значит И маслами Вот Каждая из них После этих процедур Она пахла Как Царю Было угодно То есть Так Как нравилось Царю То есть Вот эти Парфюмеры Там Все эти Ну как бы Тогдашние Кто там Не знаю Визажисты Все Мастера Тогдашние мастера Они знали Значит Как надо подготовить Каждую модель Для Вот этого Конкурса Красоты И Они знали Какие запахи Нравится Царю То есть Видимо У царя Да Было Такое Чутье Такое Запахов Своеобразное Значит И Хотели Чтобы Каждая из них Пахла Так как Нравится Царю И вот Проповедники Многие указывают Интересно Такой Параллель Такой Да Что Мы Как вот Невеста Христова В целом Народ Божий Новозаветный Проходим Притирание Всевозможное Вначале Наш запах Убирается И его запахи Ему нравящиеся Ароматы Притирания В нас Втираются Вот Ну Слова Баптизо Слова Баптизо Но я Иллюстрацию Не смогу Сделать Уже Потому что Та вот Такая Большая Банка С огурцами Которые Доставал Прошлый раз Там Доставал Соленый Огурец Вкусный Такой Эту банку Огурцов Я уже Съел Вот так Вот Так что Спасибо Алексею Ивановичу Вот Очень Классные Очень хорошие Огурцы Были Огерочки Такие И Вот Но Я Кто Подключался Татьяненко Семья Должны Помнить Я Делал Такую Иллюстрацию Доставал Огурец И Даже Поближе К вам Сюда Подсовывал Чтобы К К Камере Чтобы Вы Разглядели Так Смачный Огурец Вот Полностью Прошедший Всю Просолку И Я Почему Такую Иллюстрацию Делал Потому Что Как Раз Я Рассказывал Вот О Слове Баптизо Баптизо Кстати Во Львове А Кстати Тоже Во Львове В этот раз Я рассказал Об этом В библейской Школе Да Я же был Не только В церквях Там Я был Там У писятников Харизматов Баптистов Да Значит Очень хорошей Церкви Слава Богу Помним Помним Рецептик Обещали О Кстати Отец Алексей Если Меня Сейчас Слышит Наверное Отец Алексей Моих Нити Там Олексей Прошак Вот Видите Подружитесь С ним Там написано Вверху Вот Значит Это его Матушка Готовила Вот Значит Надо Будет У отца Алексея Взять Рецепт Этих Агерочков Значит Очень Вкусные Духовитые Вообще Ну Потрясающе Конечно Это Это Просто Шедевр Вот Я так Говорю Потому Что Ну Как Люблю Соленье Знаете А здесь Ну Редкая Хозяйка Так Знаете Ли Делает Там И Ну Конечно Как вот Скажу Как тот Старый Еврей Который Умирал Да Значит И Очень Он Вкусно Заваривал Чай Так Что Все Знали Вся Круга Знала Что Он Очень Вкусно Заваривает Чай И Вот Он На Смертном Адрево Умирают Значит И Народ Собирается И Ну Чтобы Он Не Унес Могилу Свой Секрет Народ Его Пытает Спрашивает Хай Ну Поделись Рецептом Вкусного Чая Ты Такой Чай Завариваешь Ты Уйдешь И Сейчас Умрешь Ну Чтобы Мы Тоже Баловали Себя Таким Вкусным Чайком И Его Был Рецепт Очень Простой Ложите Побольше Заварки Побольше Заварки И Все Кубчик То Что Называется Или Чеснока Много Это Очень Вкусно Аромат Создает Почему Об этом Рассказываю Потому что Слова Иисуса Кто Уверует В Меня И Крестится Спасем Будет Для Современного Слушателя Чтобы Проще Объяснить То Надо Именно Так Сказать Кто Уверует В Меня И будет Сорван Как огурец С грядки Этого Мира Из грядки Прямо В катки И Погрузится В Меня Как В этот Рассол И пропитается Мною Просолится Будет Соль Иметь Внутри Себя Будет Спасен Потому что Слово Баптизу В современном Греческом Языке Оно Означает Именно Окунание Погружение Но больше Как окунание Допустим Я подошел К реке Окунулся Вышел Вот это Баптизу Как бы Да Вот И Поэтому Даже Вот сейчас Обычно Мы говорим О Водном Крещении И Большинство Проповедников Как бы Указывают Здесь На водное Крещение Хотя Иисус Наверняка Говорил Здесь И о водном Тоже Крещении Но Это Было Далеко Не Самое Главное Что Здесь Говорил Иисус Вот Согласно Слову Именно Оригинальному Тексту Потому Потому Что Баптизу В том Древнем мире Во времена Христа В старом Греческом Языке Не в Современном Более Греческом Языке А более Древнем Тогдашнем Греческом На котором Было Написано Новый Завет Новый Завет Был Писан Тогда Баптизу Означало Именно Погрузиться В смысле Там и Остаться И там Остаться И просолиться И Баптизу Использовалось Для Описания Прокраски Тканей Пурпур Прокраска Которая Уже Стирок Не боится И варок И парок И качественную Ткань Говорили Баптизу Но Большей Степени Для Описания Соления Огурцов И прочих Овощей И вот Огурец Который Прошел Полностью Просолку Малосол Малосол Греки Не называли Баптизу Поэтому Малосол Он Хотя Имеет Свою Прелесть Элементы Свежести Огуречной Своей Но На шкурке Уже Соль Появилась И вот Сочетание Свежего И соленого Свою прелесть Создает И в Греции В Эллинском Мире В Римском Мире Тоже Малосол Любили Но Для Описания Малосола Баптизу Не использовали Баптизу Использовали Только для Описания Тех Огурцов Которые Полностью Прошли Эту Просолку То есть Имеет Соль Не просто На шкурке А внутри Себя Имеет Соль Вот так Вот Поэтому Слова Иисуса Действительно Понять Следует Не просто Упрощенно Примитивно Как именно Только лишь О водном Крещении Как бы Само водное Крещение Никого не спасает Погружаясь Хоть каждое утро Но Даже с обещанием Бога доброй совести Все гораздо Сложнее Погрузиться И проще С другой стороны Погрузиться В Него В Его Любовь И пропитаться Им Действительно Чтобы Он был в тебе А ты в нем Помните Да Из песни Песней Я принадлежу Моему возлюбленному Или я в моем возлюбленном Полностью Ему всецело принадлежу Он всецело Мне принадлежит Слава Богу Да Друзья Благоставляю всех вас Возлюбленные Братики Сестрички Завтра Мы продолжим Даст Бог На утренней молитве Так Нам даже кажется Ароматами Их мазали Для того Чтобы угодить Царю И быть с ним В одном аромате Так же и с Богом Нам Быть ароматом Который нравится Господу Аминь Аминь Вот как раз Проповедники Многие об этом Как раз и говорят Очень даже Мне это нравится Симпатизирует Это То есть пропитаться Одним ароматом То есть тот Который нравится Царю Как вот Эсфирь тогда Да вот это Гадаса И другие девушки Красавицы эти Все они были Как Каждый из них В конце Этого процесса После года Всех этих вот Манипуляций Там Притираний Каждая из них Пахла Как нравится Царю Именно Угодно Потому что Может быть Ну конечно У каждого Есть свое Предпочтение Какое-то Знаете ли Кому-то Нравятся Розы Кому-то Не знаю Ландыш Кому-то Что-то Ну Разные запахи Да Значит Кому-то Нравится Больше Один запах Кому-то Другой Бывают Периоды Жизни Один запах Тебе больше Нравится Потом Проходит Время Тебе Нравится Больше Другой Запах Допустим Бывают Такие Изменения Допустим Да В человеке Вот И вот Но Вот эти Придворные Мастера Они знали Какой Запах Нравится Царю Нашему И вот Тогдашнему От Арсерсона Имей ввиду Вот И значит И вот Они Готовили Каждую Из этих Девушек Именно Как Царицу Пахнущую Так Как Нравится Господину Слава Богу Поэтому Когда мы Погружаемся В Бога И Он В нас Мы пропитываемся Им Богом Нашим Но Поверьте Его запах Нам понравится Сто процентов Это Тот Это То Даже Мы Сами Себя Не знаем Что нам Нравится До конца Как Он Знает Он Совершенно Все Знает Он Нас Создал И Он Совершенно Все Знает Поэтому Доверимся Ему Смело Слава Господу Пусть Бог Благоставит Вас Всех Во имя Господа Иисуса Христа Вот Завтра Утром Шесть Утром Молитва Я Если Технически Получится Все Как бы Да И я Буду Включаться Тоже На счет Но в шесть Вечера Точно По Киевскому Времени Жду Вас Аллилуйя Пусть Бог Благоставит Вас Всех Во имя Иисуса Христа Люблю Обнимаю Целую Всех Во имя Господне Да Благоставит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Мир Всем Шалом Братья Сестры Вот так Вот Так что С приближающимся Праздником Наступающим Праздником Пурим Благоставляю Всех Вас Во имя Господне Вот И Ну что До встречи И на земле И на небесах Пропитываемся Погружаемся В Господа Он в нас Он познаёт нас Мы познаём Его Это прекрасный Процесс Это вообще Это сказка Это вообще Самое прекрасное Что может быть В этом мире Слава Богу